И вот он, самый волнующий день наступил. Сегодня экзамен по русскому языку. Сегодня нам предстоит написать большую творческую работу, а начинаем мы его с изложения. Как писать изложение? Если мы заглянем в рекомендации, то увидим совершенно различные мнения. Одни говорят, при первом прочтении не записывайте ничего. Вторые говорят, записывайте только ключевые слова. А я по своему большому опыту хочу вам сказать, пишите сразу. Старайтесь записать с первого прочтения как можно больше слов. Итак, я покажу вам сегодня несколько алгоритмов написания изложения. Загляните в интернет, и вы найдете несколько памяток. Вот памятка, в которой предлагается 10 пунктов, как справиться с умением. Возможно, она подойдет вам. Вы можете ее сфотографировать. В ней мне нравится пункт «Переведите отобранную информацию на свой язык». Обратите на нее внимание. На свой язык. Это значит, вы можете воспользоваться, возможно, вы можете воспользоваться своим умением заменять трудные слова синонимами. Вот еще одна памятка. В ней написана подробная инструкция для учащихся. Здесь подчеркнуты самые важные моменты. Казалось бы, прочитал ее, и напишешь изложение ровно на 7 баллов. Но, к сожалению, это удается далеко не всем. Я хочу предложить вам свой алгоритм и свои советы, дать свои советы по написанию изложений. Ну, во-первых, сосредоточьтесь перед первым прослушиванием текста. Приготовьте черновик, проверьте, как пишет ручка. Можно записать текст хорошо заточенным карандашом. Когда идете на экзамен, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько ручек. Это предостережет вас от возможных неприятностей. Отвлекся и прослушал кусок текста, не успел сделать пометки из-за закончивающейся стержня в ручке или поломанного карандаша. Приготовьте черновик. Я хочу показать вам, как пользоваться черновиком. У вас лист бумаги. Его можно сложить вдвое. Вот так, в длину. И когда вы будете слушать текст первый раз, вы будете писать на этой части. Затем, когда будет читаться текст второй раз, вы будете дополнять пропущенные предложения в этой части. Есть другой способ. Можно разделить лист на три части. И вы, наверное, догадались, почему. Потому что в тексте будет три микротемы. И уже вот этот лист вам показывает, где начинать первую микротему, где вторую, где третью. Вначале вы пишете все слова первый, потом второй и третью микротему. Не скупитесь на бумагу, на черновике. Пусть лучше останется бумага. Делайте большие пробелы, когда будете писать черновик. Ну, а теперь обо всем порядку. Первый этап. Первое прочтение текста. Внимательно прослушайте текст. Во время первого прослушивания начинайте сразу делать записи, отмечая микротемы. Обратите внимание на более длительные паузы. Это абзацы. Помните, в тексте три микротемы и три абзаца. Наличие абзацев – неотъемлемая часть текста изложения. Обязательно проверьте, везде ли вы сохранили их границы. Количество абзацев должно быть не меньше, чем пунктов плана. Посмотрите на правила построения абзаца. В одном абзаце, как правило, излагается только одна микротема. Расположение предложений внутри абзаца подчиняется схеме. Зачин, развитие мысли, концовка. Самое главное предложение абзаца – предложение, в котором выражена его тема или главная мысль. Обычно она помещается либо в начале, либо в конце абзаца. Четвертое. Развитие мысли в абзаце осуществляется одним из следующих способов. Это детализация, приведение примеров, сопоставление или противопоставление, аналогия, объяснение, обоснование тезиса. Работаем дальше. Делая пометки, не записывая длинные слова полностью, сокращая их, но не переусердствуй. Потом будет очень трудно расшифровать. Настройтесь на то, что записывать текст необходимо с большими пробелами, как я уже говорила. Не жалейте бумаги. При втором прочтении текста вы вставите то, что не успели записать в первый раз. Если что-то не успели записать, не расстраивайтесь. При втором чтении обязательно дополните упущенное. Определяем тему текста. То есть, о чем этот текст? А как это сделать? Это можно сделать по началу текста, по ключевым словам, по ключевым эпизодам, по поступкам или размышлениям героев автора. Следующий этап очень важный. Сформулируйте основную мысль, чему учит текст. Опять же, как это сделать? Способы. По настроению, которое вызывает прочтение текста. По отношению автора к событиям, героям. По наличию в тексте тезиса, формулирующего прямо или косвенно основную мысль. То есть, определение авторской позиции. Определите стиль текста, тип речи, особенности построения текста. В повествовании по началу событий, ходу его. В описании по предмету речи, его значимым существенным признакам. В рассуждении, по общему положению, аргументам, доказательствам и выводу. Ну и, наконец, составьте план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая их. Способы по выделению главной мысли в абзаце, по соотношению нескольких абзацев в соответствии с главной мыслью, по ключевым словам и ключевым предложениям абзаца. Не ленитесь и эффективно используйте те минуты, которые вам дают после осмысления текста между двумя прочтениями. Постарайтесь дописать сокращенные слова, но главное, пробежав по записям глазами, постарайтесь осознать, о чем этот текст. Не отвлекайтесь на посторонние дела. Допишите сложно сокращенные слова, вникните в содержание. Запомните, тема текста раскрывается в микротемах, абзацах. Поэтому постарайтесь записать первое предложение каждого абзаца, являющийся тезисом, который раскрывается в следующих предложениях. Переходим ко второму этапу, второй прочтение текста. При втором чтении текста вписывайте в оставленные пробелы то, что не записали в первый раз. Если останется место, не беда, это же черновик. Прослушая текст второй раз, записывайте ключевые слова и фразы. Работая над восстановлением текста, отметьте в нем существенные и подробности в каждой части. Отметьте в каждой микротеме существенные дополнительные. А как это сделать? Конечно, по содержанию. Или определить способы сокращения текста. Конечно, по содержанию. Обратите внимание на подробности, на детали, описательные элементы, которые можно упустить. Вот теперь мы определяем способы сокращения текста. Исключение, обобщение, упрощение, которое необходимо применить в каждом абзаце. Один любой способ, но в каждом абзаце. Приступайте к сокращению. Постарайтесь при этом учесть все три способа сокращения. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы получился текст. Учитывайте смысловые связи между эпизодами. Логические, временные, пространственные. Как это сделать? Написано на доске. После прочтения текста постарайтесь соединить все, что вы записали. Прочитайте то, что у вас получилось. Если мысль при чтении не прыгает, все читается легко, значит, вы хорошо записали текст. Обратите внимание, что нужно подчеркнуть все слова, написанные, написание которых у вас вызывает сомнение. У вас будет возможность проверить их по орфографическому словарю. Отметьте также предложение, где расставили знаки припинания. Но все равно не уверены. Помните, что изложение дает вам право выбора. Не знаешь, как правильно писать, замени его синоним или опусти. Смысл должен не смениться при этом. Не знаешь, какие ставить знаки припинания. Перефразирую предложение. Перечитайте слова. Пусть будет около 90 слов, не менее. Перепишите аккуратно в бланк. Помните, все буквы и знаки припинания должны быть четкими, не вызывающими сомнений у проверяющего эксперта. Напишите изложение аккуратно, разбудчивым почерком. И мое вам пожелание. Не игнорируйте установки учителя, если хотите получить высокий результат. Ни пуха, ни пера.